Известный в Турции суннитский общественно-религиозный лидер, глава вактного центра Фуркан Арпаслан Куйтул Ходжа Эфенди говорит о шиитах, о разногласиях и исламском единстве, о том, кому выгодна вражда между мусульманами. Что вы думаете о таких шиитских государствах, как Иран, и что вы думаете о временном браке Мута? Дорогие братья, сейчас не время говорить о разногласиях между шиитами и суннитами. Я давно еще в свое время подробно объяснял это, о расхождениях между Ахлесунной и шиитами. И о временном браке Мута я могу говорить вам часами и про 12 имамов могу рассказывать целыми днями. Но сейчас не время для этого, это игра. Сейчас новая стратегия Америки Натравить шиитов и суннитов друг на друга, чтобы они истребляли друг друга. Америка вторглась в Ирак и поняла, что это была ошибка. Они понесли большие потери, потратила миллиарды долларов впустую. Их возненавидели в мире. Америка стала причиной смерти миллиона людей, точнее, сама убила. Эту страну начали ненавидеть. И теперь они создали новую стратегию по принципу «А почему это я должен идти и воевать?» А почему бы не сделать так, чтобы они воевали между собой? Вот так они думают. И вот Америка была в Ираке и ушла только сейчас. В Ираке годами рвутся бомбы. То в шиитских мечетях, то в суннитских мечетях. Это можно считать нормальным. Мы все обращаемся к одной кибле. По мнению Ахли Сунны, ты не можешь назвать кафиром человека, совершающего намаз. Ты не можешь назвать кафиром Ахли Киблу. Шииты и сунниты верят в один Коран. И теперь есть ли смысл в том, чтобы поднимать эти вопросы? Вопросы сейчас. Америка хочет, чтобы мы убивали друг друга. Они хотят поднять суннито-шиитскую тему. Она хочет, чтобы мы начали воевать. Последнее время начали распространять кое-какие книги. Создали специальные издательства. Они только и заняты тем, что кто кафир, кто мусульманин. И распространяют книги о том, что шииты являются кафирами. Нужно обратить на это внимание. Да, между шиитами и суннитами есть разногласия относительно 12 имамов. Есть разногласия по поводу брака, мута и многих других вопросов. Но, в конце концов, у нас единогласие по множеству вопросов. Если это и обсуждать, то пусть это делают наши ученые. Пусть суннитские и шиитские ученые обсуждают это между собой. Не в этом наша проблема. И не надо помогать Америке. Этого хочет как раз Америка. Они планируют атаковать Иран. Но прежде чем атаковать Америка, стремится к тому, чтобы Ахли Сунна возненавидела Иран. Поощряют публикацию книг о куфре иранцев. И некоторые наивные люди пишут эти книги. А, возможно, и шпионы. Не могу сказать. По крайней мере, даже пусть как он думает, из чистых побуждений, он не понимает, кому служат. Разве уместно сейчас писать эти книги? И откуда вообще взялись эти книги о куфре иранах? Мне самому интересно. Откуда это вышло? Значит, столько вопросов на повестке дня. Столько проблем в мире. Когда идет джихад, и умма просыпается, развивается, и шииты и сунниты вместе. Откуда возникает этот вопрос? Начали писать книги о куфре шиитов. Откуда возникло все это? Кому это надо? Это ловушка. Они пытаются изолировать Иран. И когда-то они ударят по нему. И перед этим они пытаются сделать так, чтобы мусульмане не поддержали их. Не были бы на их стороне, а поддерживали бы Америку. Они сначала ударят по шиитам, но затем ударят и по нам. Их политика — это изоляция. Потому что Иран развивается, строит ядерный реактор. Иранские ученые уже работают в области ядерных технологий. Они знают ядерную физику. И Америка обеспокоена тем, что иранцы овладели ядерными технологиями. Что дают нам американцы? Когда они спустя годы перестанут заниматься производством автомобилей такси, они передадут это дело нам. Когда перестанут производить мобильные телефоны, они научат этому делу нас, дадут нам эти технологии. Когда они перестанут производить за ненадобностью самолеты F-16, когда это устареет, только тогда они передадут эти технологии нам. То есть они никогда не дадут тебе новейшие технологии. И на сегодня Иран сам обладел новейшими технологиями. Поэтому они готовят атаку на Иран. Для чего и готовится почва, и создаются эти конфликты между суннитами и шиитами. Я бы на эту тему временного брака и по другим темам говорил бы долго. Но в данной ситуации не считаю это правильным. Саид Али Хаммани. Тема единства является основополагающей. Единство. Шииты и сунниты — это единая умма. Братья, хочу сказать вам, что сегодня главное, что используют враги и чему придают большое значение, это разногласия. Они разжигают вражду и разногласия, используя различия во взглядах суннитов и шиитов, этнические и национальные различия. Они пытаются вызвать раздор. Вы свидетели тому, как они посредством революции вносят раздор в новосформировавшихся мусульманских государствах. Они создают конфликты и в других регионах исламского мира. Запад и Америка являются врагами исламского мира. Их действительно нужно расценивать именно с этой точки зрения. Все мы должны быть бдительны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok